Хорошо. Первый семинар у нас был, мы рассматривали то, что Бог творит мир и специально для того, чтобы у нас был с ним союз. То есть творит нас от избытка своей любви. Любовь внутри Троицы, конечно, имеется. Это очень хорошо, так сказать, и прекрасно. Но любовь не может выражаться сама к себе или в узком кругу. Любовь всегда растет, любовь всегда распространяется. Если это так происходит, тогда очень хорошо. Тогда из прихода у нас становится община. Тогда община становится живой. Тогда друг за дружку стеной, горой, как там, неважно. Но нам до этого еще расти и расти. Ну ничего, и это у нас получится. На втором семинаре мы видели, как грех разрушает этот союз. Мы созданы для союза жизни с Богом в любви. Потом совершается грех. Было бы очень хорошо, если бы мы действительно стали изучать Библию именно подробно. Потому что мы скачками сейчас пойдем именно в направлении к Рождеству Христову, что относится к этому. На самом деле очень интересно. Особенно первые петокнижи Моисея или Тора очень интересны. Прямо со всем. И там практически иногда в каждом предложении можно по 2-3 часа думать и размышлять, и смотреть, и удивляться, насколько Бог... Как Бог все милостенно и прекрасно устроил, как вся премудростью сотворилась, и как мы поем в псалмах. Действительно, вот даже об этом я упоминал, что когда Господь творит мир, Он творит это не только для нас, но и для себя. Помните, в прошлый раз мы говорили, как в послании Коринфянам, по-моему, мы читали эту закладку, у меня была тогда еще, что... А я уже на сегодня в закладах наделал, ну ладно. Что Бог творит мир Христом и для Него. То есть цитата такая была. Не только Христос, Сын Божий, то есть творит мир, не только для нас, но и для себя, чтобы Он мог потом воплотиться. Потому что если бы все были как животные, если бы мы были как роботы, помните, я говорил, если бы у меня жена была планшет, да, как робот, я бы выбирал поцелуй, да, отказаться, поцеловать, отказаться, да. То есть это было бы более... Если бы Бог сотворил нас роботами, то есть без свободной воли, без права выбора, без творческих возможностей, без мудрости, без разума, без ума, да, если бы мы этого всего не имели, мы бы не могли оценить даже или даже понять, зачем Христос воплотился потом, да. Как бы мы могли оценить, ну, какая разница, там какой-то скотиньки, почему Христос воплотился, да, воплотился, и ладно, если даже этого не знают, да. То есть мы совершенно особенное творение Божие, созданное по образу Божию и по подобию, именно для того, чтобы мы могли как можно полнее вот этот союз с Богом прочувствовать, проживать в любви. Потому что вот скотинка, я говорю, она, да, она хорошая, красивая, прекрасная, любая, или наши там пэтс дома, там кошечки, собачки, они очень хорошо, милые, прекрасные создания Божьи, но они не понимают, зачем они созданы. А человека всегда интересует, зачем я создан. То есть мы смыслом наполняем, даже эту жизнь мы наполняем смыслами, тем более, что жизнь вообще, как вы знаете, жизнь у нас только одна, и то, что мы умираем, умирает только тело, а жизнь продолжается. Жизнь души продолжается, да. То есть это было первый и второй эти наши семинары. Ну, еще не подглядывай. Шучу. Сегодня у нас будет второй, третий, то есть. Исписывай. Что-то ты спрячешь, а то соблазн большой, там цветные картинки. Третий, третий, это как бы первый этап построения отношения с Богом. То есть человек, мир, а еще о чем я хотел сказать, один момент по поводу так называемого изгнания из рая. Я специально не сохранял никакие для себя иконы. Посмотрите, канонические иконы изгнания из рая. Канонические, не писанные как картины, а вот именно как иконы православные, там греческий стиль, восточный стиль, да. Изгнание из рая всегда, вот, вы найдете там, где ангелы с мечом толкают, их выкидывают. Это католическое. Это католичество и западничество, вообще западное понимание. Православное понимание, видите, какие мы уникальные православия, а мы этого и не знали. Православное понимание всегда было такое, Бог, Бог как бы одевает, Он как бы их собирает в дорогу, да. Это совершенно другое. Бог дает одежку им, вот так на плечи, ну там изображен, как бы стоит Господь Бог, и на плечи им одевает, например, одежку. То, что там сказано, кожаные ризы, да. Одевает им одежку, заботится, да. Он не выталкивает, не со злобой выталкивает, а заботится. Где будет изображен, что Сын Божий их как бы провожает, Он дает им благословение, Он руку благословению сложил, благословляет их в путь. То есть это совершенно другое. Это не западное понимание, где среди ты Бог выгоняет непослушных детей, да. Идите отсюда. А что, мне больше не нужно, вот не послушались, такие-сякие, пошел отсюда. И домой не возвращайся. Нет, в православии всегда было вот это понимание, что это не такое изгнание из рая от имени Бога, как изгнание грехом человека из рая. А Бог сопровождает. Бог дорогу собирает человека. И Он говорит, да я с тобой буду всегда, не переживай, я тебе помогу, вот я тебе дам, у тебя родится сын, который сотрет голову того не сейчас возьми. То есть еще поддерживает человека, хотя говорит, что вот, к сожалению, поскольку ты согрешил, у тебя будет, вот тебе придется работать, терния тебе будут, земля расти, да. Но это результат греха, не результат Божьего хотения, чтобы так наказать, чтобы он там тернии свои пальцы поколол. Это не Бог так толкает его на это. Еще раз запомните, в православии всегда было, что это грех делает вот все это с природой, грех делает это с природой человека. И из-за этого у нас есть, потому что мы согрешаем, и из-за этого у нас получается такой результат. И вот пока ты на себя воду не вылили, ты сухой, правильно? Но если вылили, что говорит, что Бог меня наказал, что я мокрый теперь. Но я вылил на себя воду, у меня результат, есть причина, есть результат. Причина грех, результат, вся природа страдает. Об этом есть разные тоже, я почему сказал в самом начале, было бы интересно изучать подробно все это, очень подробно. То есть в течение года там может изучать, насколько это возможно. Потому что, я как говорил в начале, на первом и втором, святые отцы толкования разнятся в этом тоже. Одни толкуют в одном направлении, другие толкуют в совершенно другом направлении. И одни святые отцы, и другие святые отцы. И кого теперь слушать, да? А слушать надо и тех, и других. Потому что на самом деле, если Библия не указывает точно, как это было, у нас там есть поле для размышления. Мы там можем думать, размышлять. И за это Бог нас, конечно, не наказывает, как мы думаем, что Бог наказывает там за какие-то вольности. Нет. Вольности тогда плохие, когда они уводят от церкви, когда уводят от Христа. Если они приводят ко Христу, собирательные вольности, ко Христу, это вольности, которые, когда мы свою волю включаем туда, или вставляем, направляем в том направлении, который ведет ко Христу. Помните, я вам всегда на проповедях говорю, что мы должны быть христоцентричны, не эгоцентричны, а христоцентричны. Христос в центре, не какой-то я там, скажем, не важно, кто там, епископ или священник, или не важно, кто в центре, мы все вокруг него пляшем, пляски, да, и торжествуем, что у нас есть там кто-то такой очень знаменитый. Нет, мы христоцентричны, церковь всегда христоцентрична. И вот когда мы вот эти святые отцы, и мы с вами, когда нам дает церковь свободу размышлений, свободу в этом понимании текста, библейских текстов, это тогда, когда нет точного указания, или пропущено, или вообще нет упоминания о чем-то, да, и тогда мы можем себе подумать, размыслить. Вот те люди знали, у них была одна информация, у нас с вами сейчас уже может быть совершенно другая информация, большая информация, мы можем уже по-другому посмотреть, по другим углом на те же проблемы, о которых писали святые отцы по-разному, да, и поэтому вот там, например, Ефрема Сирина возьмите, Иоанна Златоуста возьмите по поводу изгнания из рая, это две разных, две разных противоположных мнений, противоположных мнений, да, и тот святой, и тот святой. Поэтому, это очень важно знать, что в церкви у нас свобода в том, что, если что-то очень важное, мы, конечно, самое важное, там, или учение церкви, или что-то, мы придерживаемся всегда только этого, там, догматы, учение церкви, есть у нас точное выражение отцов, согласие отцов, так называемое, по какой-то теме, мы это под другим углом даже не рассматриваем, потому что церковь это принимает как единственное правильное. Но если у нас такие чтения в Библии, когда у нас получается как бы разное понимание, разное чтение и разное понимание, из-за того, что Бог умолчал, наверное, на то время это было неважно для людей, чтобы люди этим вообще даже не задумывались над тем, над чем мы сейчас задумываемся, да, и Бог тогда, и помните это, еще раз повторюсь, как и на всех прошлых, мы говорили, Бог всегда говорит языком тех людей, к которым он обращается, насколько те люди могут понять, и в каких пониманиях, понятиях они, какими понятиями они могут оперировать, вот такими понятиями он с ним им и доносит информацию. Не, Бог не боялся, Бог никогда не боится, Бог не боялся, но он так, да, он написан, там не написано, что он боялся, он сказал, но чтобы он не вкусил, да, чтобы не вкусил, то есть он опять заботится о человеке, заботится о человеке, потому что человек вкусит, и теперь пойдет навечно вот это, грех войдет навечно в человека, если ты вкусишь от древа жизни после греха, значит все, ты остаешься жить. Теперь святые отцы тоже по-разному смотрят на то, что как долго Адам и Ева были в раю, вы задумывались над тем, как долго они там были? В раю, в раю, в раю тысячу лет, ну ничего себе. Кто-то говорит 4 дня, кто-то говорит 7, Ефрем Сирин вообще говорит один день, они говорят, это был их первый день, они сразу же пали, потому что они, они захотели кушать, и просто, ох, это хорошо, я съем, да. То есть, да, прям сразу, да. А есть такие, которые говорят, что более 70 лет, да, то есть есть разные разночтения и разные эти. Я, поскольку Библия об этом умала, что мы можем говорить что угодно здесь, то есть, да, и потому что это сколько лет они были в раю, это не имеет никакого отношения к спасению души. Сейчас я до этого дохожу, да, поэтому мы будем здесь говорить как раз о первых прав, о первых патриархах, о правотцах наших, да, и там есть разные даты, например, даже в Библии записано, Адам жил, например, 100 лет, или 130 лет, когда у него родился, а в скобках пишет 230, да, или 230, по-моему, да. Не, 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 он прожил, правильно, да, первый сын родился 230, а есть 130 и 230, дело в том, что расходятся переводы, да, и не то переводы, есть, есть же, есть же перевод 70, если вы, наверное, слышали о таком переводе, перевод 70, на основе которого, не, не Септуагин, а, Септуагин, тогда, но на основе Септуагин, это перевода 70, как раз, и наше синодальное издание было издано, на основе вот перевода 70 на греческий язык священного писания, да, и вот их перевод использует свое, свой календарь, еврей, еврейские тексты используют свой календарь, да, и вот переводчики, они не всегда попадали именно, какой-то переводчик использовал свой календарь, какой-то переводчик использовал еврейский календарь, поэтому может быть там расскажи расскажение разночтения могут быть по поводу там лет да и зависит очень очень но это тоже не не так важно какая там разница там на 100 лет больше 100 лет меньше если же в 930 лет на адам не это важное важное то что вот человек после того когда уходит из рая уже давайте потом а если останется время поразмышляем над тем сколько он там прожил после того как он уходит из рая человек с китается до болота я вам говорил и среди адам прямо как это я забыл уже точно все хире но смысл такой выйдя из рая адам сел перед раем и плачет на то есть раю мой раю почему то рай мой рай это будет нас я вам говорил уже перед великим постом неделю знания адама и его из рая то есть в этом песнопение как раз отображено наше православное понимание состояние адама который зная что такое что произойдет с ним и то есть ними с ними и жену его селой зная он все-таки совершает естественно для нас с вами это очень хорошо что мы видим что возможности то у нас есть потому что мы тоже знаем что не надо бы так делать и делаем на это очень часто бывает это каждый день каждый день он мост мы становимся перед каким-то выбором или сюда или туда или так или так или это или то мы много много чего пропускаем мимо нашего внимания выбирая иногда грех даже не замечая уже потому что настолько мы привыкли творить грех для дома это был пока что единственный грех поэтому естественно сильно сильно на него это повлияло и сильно он по этому поводу сожалел на он сожалею о том что он не покаялся еще на то есть он когда ему бог давал возможность а там это где где-то не не иди сюда мы раздет и вообще-то здесь стой себе там откуда ты знаешь что ты ног и началось потом уже цепочка это это жена это змей да и один друг на дружку потом то они сообразили что вот именно вот это их не пребывание в грех в грехе привела к тому что вот мы говорили по моему на первом занятии к дебелости плоти то есть плоть стала чувствовать боли и страдания и все остальное то есть результат греха это смерть смерть приходит не всегда сразу иногда человек приходит через болезнь иногда через длительную болезнь через какие-то страдания проходит человек и вот адам зная это все ну и его естественно он они они плачут возле рая и вот осознавая то и держа в своем уме именно это то что называется первое евангелие вот у вас открывается откройки 3 316 или 315 3 глава 15 стих непонятно это непонятно потому что мы взорвались контекста если 14 сказал господь бог змею за то что ты сделал это проклятый перед всеми скотами перед всеми зверями полевыми и вражду положу между тобою между женой а 315 называется первое евангелие то есть это первая благая весть евангелие это благая весть вот 1 евангелие первая благая вещь что вражду положу между тобою между змеем искусителем да и между женою и между семенем твоими между семенем ее она будет поражать поражать тебя в голову а ты будешь жалить его пяту придет человек родится человек который поразить тебя в голову на хотя тобой стараться его ужали то есть грех все равно нас жалит правильно но но родиться тот который раздавит в конце концов главу этого змея то есть победит змея грех на самом деле вот дело это все знает адам это все знает выходит и двойку хорошо ладно ну загрешили случилось поплакали ну и что делать дальше уже с богом то не общаемся напрямую как в раю за все закончилось надо как-то налаживать отношения с ней потому что я вроде бы и беременна и как же детей надо бы их в рай ему все там но я так утрирую конечно совершенно другие здесь стихи у нас если четвертую главу откройте адам познала его жену свою и она зачала это с 1 стиха 4 1 адам познал его жену свою она зачала и родила каина и сказала приобрела я человека от господа сразу же каин родился надо вот это тот человек от господа о котором вы говорили что раздавит голову змея да то есть у неё умеет держится она понимает знает 1 евангелие благая весть уже есть она думает вот тот человек который да это господь не послал того о котором он не сказал в раю и он сейчас вот от господа этот человек до этого нас еще не рожала она же не знала до этого как и чтобы если вам интересно как-нибудь поговорим о том могла ли она рожать в раю и как они могли рожать в раю то есть это другой вопрос но тоже интересный да но это не уходит наши в нашу тему сегодня я просто закидываю такие камушки чтобы по воде шли волна да они когда-то куда-то там зайдут и что-то будет кто-нибудь сообразим потом и вот вот что случается вот каин она думает что вот он человек от господа но кажется нет рождаются еще я ведь потом и они все и возвращаются им надо как-то налаживать отношения с богом его сегодняшняя как раз это первый это построение отношений с богом снизу вверх почему снизу вверх потому что от людей богу то есть попытка от людей к богу потом у нас вот следующий четверг у нас будет сверху вниз от бога то есть это всегда было обоюдное двухстороннее движение отношения с богом всегда двухстороннее движение всегда и мы стараемся и бог старается то мы бога не не дослушаем или переслушаем и нам надоело уже слушать да помните народ израильский как куда как как чудили везде я не говорю уже про язычество про языческие народы то нам кажется что Бог нас не слушает, то мы его не слушаемся то есть у нас если мы в этом разберемся, мы увидим что все-таки каждый раз когда и мы просились, и Бог давал всегда были точки соприкосновения всегда с Богом и это очень важно, потому что это показывает нам, что при каждой попытке нашей связаться с Богом, снизу вверх пока что сегодня только снизу вверх Бог всегда был готов ответить на это, он не только был готов, он отвечал на все это принимал участие в жизни людей причем самое непосредственное участие, и об этом мы как раз сегодня будем говорить, но у меня есть к вам вопрос почему люди желали возобновить прежние отношения с Богом Адам и Ева были духовными, у них был им духовный, и они упали у него они 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 стали, вот то что мы назовем дебелость плоти, да, то есть тяжесть, грузность плоти они смерти боялись и из-за этого хотели, ну Господь им не говорил, что я вас избавлю смерти, да, если вы будете опять со мной общаться, почему, да ну смерти они боялись, конечно а вот знали, они просто не могли это почувствовать, но они знали, мы говорили, что ну смотрите, я говорю, если Адам и Ева если Адам знал, почему осел называется ослом, у него в аду Господи в аду, в раю он все, все понятия это были для него открыты, вообще все, всего, он мог знать он же называл, помните мы с вами он называл всех и все, давал имена если он знал, почему стол, стол, а не табуретка, да, и почему табуретка табурет, а не стол, и наоборот он знал и смысл, и назначение и предназначение и как можно использовать, то есть он все знал по поводу того или другого животного, и по поводу того или другого понятия, с которыми Господь, Бог с ним общался если бы Бог, зачем был ну вот, например если вам скажу о квантовой механике, сейчас начну рассказывать квантовую механику, для вас это интересно будет, квантовая механика ну не актуально, вот видите поэтому, вот, ну конечно всегда, у Адама не было такой возможности погуглить, посмотреть, да поэтому он, сейчас договорю, поэтому он только вот, то что ему Бог открывал, он то и знал а Бог ему открыл все, что ему надо было для начала, для чего плодитесь, размножайтесь и дополняйте землю а? еще захотел а он захотел знания своим путем ведь два пути, Бог когда свобода, она настоящая свобода, когда тебе дают и один путь, и другой дают тебе выбор, да и добро и зло тебе дают ты выбираешь, что выбираешь куда идти, направо и налево или налево поворачиваешь это настоящая свобода вот была какая опция, возможность познать мир с Богом и через Бога то есть оставаясь в раю и Бог бы постепенно открывал по мере необходимости разрабатывается рай увеличивается рай, земля людей много становится, да уже и наполняют землю и это повеление Божие исполняется наполняйте землю, да и обладайте ею исполняется и Бог бы постепенно открывал до того, что и ракеты бы летали и самолеты бы летали бомб бы, конечно, не было и воин бы не было но было бы, еще бы было через Бога то есть Бог бы открывал то, то, те понятия и те знания постепенно по мере роста человека и по мере потребности человека в этом открывало бы все да, то есть это была одна опция одна возможность вторая возможность я сам знаете, как дети забери руку я сам да, и давай себя кормить где-то в лоб и в ухо и куда угодно я сам но я сам да я сама сказала змею вступила в диалог да говорит ему змей говорит, что пусите она говорит, нет Бог нам сказал от этого гнева познания это право и знание пускайте потому что смертью умрете да, да да, конечно они знали они знали все что такое смерть они они знали что это будет разлучение их с Богом смерть смерть это разлучение это перерыв чего-то, да вот мы сейчас же сами это чувствуем и видим у нас у всех кто-то из родных знакомых когда-то умирал да мы знаем какой-то болезненный разрыв только наши мы только люди а это у людей с Богом болезненный разрыв это ужасное было они же никого другого не знали это Бог они чувствовали Бога как отец тут я не могу быть со своим отцом я сам по себе уже я себя кормлю и в ухо и в нос и куда угодно только ложкой не попадаю в рот пока еще ну вот и почему люди желали возобновить прежние отношения с Богом ну хотелось побыстрее назад в рай я думаю да как вы считаете хотелось обратно хотелось рай это там где у нас есть союз с Богом там и рай не важно где это есть поэтому Бог и сказал Царство Небесное внутри вас есть помните это уже из Нового Завета вот там у нас рай и есть внутри нас может быть и ад и рай зависит от того что мы делаем и поскольку Господь пообещал им что Господь Бог пообещал что даст им того кто сотрет главу змея то есть спасителя даст им спасителя они уже ждут они думают вот хорошо надо бы ему напомнить надо бы с ним быть в отношении как-то ему напомнить что вот он обещал вот у меня Каин родился как бы говорит да он я его назвала Каин человек от Господа тот которого я ждала что Господь обещал что будет я думал что это он но это не он у меня Ави родился и это не он надо что-то делать а ну-ка Адам давай думай что будем делать а давай мы будем что жертву Богу приносить да то есть люди уже отпали они перестали быть духовными они стали плотскими и они думают уже по плоти если я хочу кушать моя плоть хочет кушать да уже и Богу может хочется покушать они понимали жертвы эти как приношение Богу поэтому вот эти жертвы сжигали ну как доставить Богу на небо посмотрели небо высоко не забросишь да на огонь дым поднимается это все пар поднимается вверх 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 у них было такое понятие вот так и начались жертвы и первые жертвы которые одни из первых я не говорю что самые первые одни из первых вот это были как вы помните Авеликайн да так о том что до грехопадения человечество было создано в состоянии изначальной гармонии с Богом мы об этом говорили их отношения с Богом характеризовались прозрачностью поскольку они видели мир и других людей как таинство богообщения ну это мы тоже говорили я просто себе здесь делаю такое важное чтобы я не забыл сказать ну и последствия падения человека мы это поняли и почему я это назвал снизу вверх потому что каждое падение да падение это что значит это сверху вниз ты падаешь значит ты внизу если мы упали люди да это образно говоря мы внизу находимся поэтому вот это движение снизу вверх это наше желание которое мы находимся как бы внизу по отношению к Богу мы упали от того богообщения да и находясь внизу нам надо подниматься вверх нам надо строить отношения снизу вверх как-то да и что случилось с грехопадением что случилось физические эффекты произошли боль болезни старение физическая смерть рода смешанная с болью потом моральные последствия какие давайте помогайте мне а то я только один говорю а вы все кофе пьете а я завидую я не пью ну да мы мы перестали видеть друг друге образ Божий согласитесь если бы мы видели образ Божий того вот сиди со мной вот образ Божий да сиди со мной ну как я могу против этого образа Божия что-то худое замышлять я ничего худого против вас не замышляю но просто к примеру сказать что а мы же люди что делаем против друг друга да от чего осуждение наш это такое сильное ну что так судим друг дружку что себя то нет конечно себя то лелеем ну вот конечно хорошее хорошее не по днем а по часам да ну слава богу а на самом деле вот вот этот моральное это же моральное последствия тоже мы относимся вот к людям вот именно больше вот именно не христоцентричного а эгоцентричного он мне полезен не полезен или она они мне помогают не помогают мы вот насколько мы уже упали как далеко мы уже пошли потом мир поменялся мир рай и мир какой сейчас совершенно поменялся да смотрите что происходит если бы мы любили друг друга и видели образ божий в человека мы бы разве коррупцию допускали или мы бы просто помогали друг другу потому что и я образ божий и Миша образ божий я ему просто помогу и не надо ему мне платить 150 долларов за то что я ему помогу да или под стол там чего-то там совать да или букета для матушки предлагать потом а если от души ну вот от души это уже как к образу божию это хорошо это правильно да я говорю когда подкупают друг друга да потом у нас появилась похоть плотская да помните Иоанн Богослов что говорил три сии которые вредят нам похоть отчез похоть плоти и гордость житейская да вот эти три похоть отчез похоть плоти гордость житейская вот это и то есть то что что зародилось именно от начала от самого грехопадения и то что у нас было естественным влечением например Адама к Еве и Еве к Адаму мы на то превратили что Адам ищет себе 157-ю 200-384-ю какую-то Еву а Ева столько же Адамов себе ищет то есть у нас даже любовь мы исковеркали настолько я не говорю о каком-то конкретно в общем как человечество как люди отпавшие люди то есть к чему приводит грех именно к тому что мы наоборот не приближаемся к Богу отдаляемся от Бога но нам же хочется нам же хочется снизу вверх подпрыгнуть и мы ищем пути как это сделать ну сейчас мы пока что говорим о Ветхом Завете новые заветы совершенно другие реалии и что а что нам Бог предлагает в ответ Бог нам что предлагает по учению православной церкви о боженее представьте себе те которые отпали те которые такие плохие расплохие а Бог говорит да нет вы можете стать как я станьте как я или апостол Павел говорит подражайте мне как я Христу становитесь как Христос Христоподобными или Богоподобными да это мы призваны к тому к обожению то есть спасение православной церкви подразумевается как обожение а не как оплата за грехи не как заслуги или сверх заслуги как в католичестве а как обожение как приближение наше настолько близко к Богу что мы начинаем уже мы пронизаны везде и всюду благодатью Божьей ию не своей благодатью если своей это опять такие западные христианства где мы можем там начитаться 150 там каких-то молитв и сразу мы будем считаться что мы уже чего-то достигли да какого-то каких-то высот нет православия нету такого хоть миллион читать помните форма и наполнение если эти молитвы не наполнение форма не с любовью не с вниманием не 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 желанием исправиться да не с покаянием они произносятся а просто ради того чтобы их вычитать это будут просто молитва это ничего нечего да но из крайности в крайность мы конечно умеем прыгать конечно и поэтому и сауна нам нравится даст сначала в горячее потом холодную водичку хорошо да вот потому что мы любим с крайностью в крайность а есть же другое другой способ есть же способа божий есть же способ приближения ко Христу да и вот тот пример когда я говорил лампочку у нас здесь нету чтобы я руку поставил но вы понимаете да телефон есть там есть лампочка есть и у меня есть как она включилась видно свет через через руку пробивается немножко красный видите а если дальше через руку красный все меньше и меньше и меньше и совсем нет вот так и мы вот это бог свет благодать божья это мы чем ближе мы приближаемся тем больше мы светимся светом благодати чьей божьей не своей не мы это светимся это божья благодать через нас да никто не поставляет светильника под спудом помните поставить его на вершине чтобы видно было всем куда идти какая дорога и вот господь предлагает нам вот это обожение мы то внизу а господь предлагает обожение а мы начинаем себе выдумывать а как нам добра забраться туда вверх и очень часто вместо того чтобы приближаться к богу мы еще дальше удаляемся потому что мы сам я сам отстань ты меня со своим обожиним я сам знаю надо вот это 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 вычитать вот это 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 столько раз произнести и и все я буду уже там а куда ты денешься я же прочитал прочитал ты должен меня спасти ты должен меня спасти это чисто западные отношения ты мне я тебя от до отношения юридические до подписали контракт на на крещение вы подписывали контракт с богом на крещение я нет мы не подписывали контракт они какие мы мы обликаемся во христа и лица во христа крестистоси а у христа обликосьтеся те кто крестятся ухры у имя христово они как бы одеваются в христа христа на себя мы становимся христоподобными подобными христу крещение а вот к этому у нас христоси призывает на вечно пребывать христоподобным да и это его дар и это не то что они сейчас уже не надо молиться или не надо по сути соблюдать конечно надо и молиться и по сути соблюдать но все с умом до чтобы было наполнение этой формы молитва после эта форма это это средство это не сама цель это средство а сама цель о боже не то есть цель главное это обожение о боже невозможно без восстановления союза с богом невозможно потому что видите свет божий должен быть близко союз божий союз должен произойти и господь что еще предлагает нам желай point полное восстановление союза с ним пока адам и ева я даже красного делаю это точно прочитать пока адам и ева находились в раю у них не было нужды в жертвоприношениях они общались богом напрямую но после изгнания из рая все стало иначе так иначе был вы знаете да и так какие отношения были у людей с богом после греха падения давайте что вы помните но это могут такие до сих пор да практически да но 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 какие отношения были у нас богом вот таком состоянии плачевном какие у нас отношения были ну да сразу после знания людей из рая но это их да но отношения с богом какие были то есть я к богу обращаюсь бог не отвечает отношения были какие-то мы встречались с богом люди после греха падения с богом как-то встречались пересекались или как вот правильно вот правильно конечно 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 вот это сейчас мы будем говорить да не забегайте вперед будем говорить да ну ну вы на правильном пути смотрите люди конечно осознали что они согрешили что они отпали и они понимали что это обратного пути быстрого не будет потому что и каин родился и и авель родился и там я здесь я не знаю напечатали первых детей адама но только каин авель и сиф и те которые в библии используются да там было их намного больше было и девушки были по толкованию святых да там много было до разных но всегда только ну библия указывает только то что самое важное то есть направление дает чтобы вы знали как как старались возобновить отношения с богом старались на вот самое самое первое это приносили жертва как умели умели что вот жертва эти сс Coulderoses ей это установление уже мой сеева закона эти жертвы не назвали жертвой всесожжение на просто назвала жертва просто надвигалась это не значат это жертвой в состоянии все жертвы сгигались на болот боли жертвой сызажение были мирные жертвы до были там другие мы об этом тоже поговорим в следующий раз да это у меня уже есть я знаю что об этом хотел говорить оттебина бросал то есть они хотели быть благодарными богу за то что он их но не сразу там смерти предаде да отдает им возможность и они живут в ожидании спаситель искупление ну что искупление этот нет это жертва это всегда благодарение было то есть потом уже еще раз говорю потом уже это из как было искажено именно языческими разными этими так называемыми как они назывались там жрецами да что что и бога надо подкупить бога надо вот это бога надо вот то богу надо заплатить это они начали уже подбивать людей на такое ну поначалу было просто благодарение богу за то что у них есть им было в раю то у них было все здесь приходилось им трудиться да и тут есть какие-то плоды есть какие-то овечки есть там барашки бегать и за все хотелось благодарить богу дать тебе господи и вот самого начала повелось так что богу отдавалось всегда самое лучшее то есть выбирали самое лучше но как люди могли выражать свое отношение к богу свое желание возобновить союз с богом так они и выражали до выражали благодарностью что вот господи мы тебе благодарна за это мы благодарны так сильно что самое лучшее что у нас есть больше у нас лучше уже нет вот это тебе всегда вот так делалось и я говорю это позже уже когда уже пошло язычество и об этом это затронем но важно в этом помнить что вот все это время ожидая спасителя не и жертвы совершали пробовали вести жизнь соответствующую тем заповедям постановлениями тем пониманием общения с богом которые они они знали знали в раю пытаясь это восстановить но самое главное нам надо знать что у господа был для них всегда ответ они просто что они там стучались а никто не открывал и вот то что татьяна сказала уже по поводу каина явили когда каин убил авеля то есть бог сам к нему обращается на призрел бог на жертву авеля больше чем на жертву каина призрел то есть ему понравилось как бы опять же таки используются язык тех людей для которых писал писалась эта книга и они это понимали только таким образом что вот как вас там написано это будет уже и сказал господь бог каину где авель брату и он сказал не знаю разве я сторож брату моему это четвертая глава 9 стих я читаю 10 уже и сказал господь что ты сделал голос крови брата твоего пьетка мне от земли и ныне прокляты от земли которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей ну и так дальше ну там вы почитаете дома что и господь бог дал ему знамение то есть знак такое чтобы люди его узнавали он испугался а как же так меня сейчас все убьют каждый будет желать шашашас меня как каждый но не только будущее может быть читаем он родил много так это не потом это вот чтобы чтобы вас больше сильно не не мучить но я просто хотел еще проект про иноха вот эта диаграмма вот эта диаграмма например адам родился на сиф родился у него это третий сын до через 130 лет после этого но смотрите сколько он еще же он здесь здесь еще раз рожались дети на потом вот это все время практически рожали здесь вот все время где мой вот потоп но и вот только здесь они все умерли а сейчас передам надо передать до были первыми конечно но это не значит что они сразу же и пошли жертву приносить там возможно на родили то есть те люди которые уже были на то время он их и боялся то есть его мог убить и адаму отец его отчеты моего отчеты моего сына ну а данная скорее всего нет потому что адам еще знал прямо напрямую говорю с богом он знал что потерял он скорее всего нет но но уже его дети они этого ничего не знали передавайте у меня еще есть я похвастался 6 4 только у меня да но все равно сейчас до вас дойдет потом мы здесь приклеим или хотите фотографируйте себе прямо сейчас это взят взято из библии поэтому вы можете фотографировать и но да ну это если вас интересует просто просто как визуально и такое чтобы увидели что например адам еще жил когда там родил родился уже бог знает какое поколение родилось других еще это красиво да ну да но так так господь бог так в библии записано потому что так так люди записывали для тех людей надо мы его он он еще из израиля да да но это это мы называем проклятие на самом деле вот из чего мы начинали из того чтобы православие всегда было что это не изгнание как такое пошел отсюда да то есть не прокате пошел отсюда а это то что называем проклятием это то что невозможность человеку пребывать больше в раю чтобы чтобы этот грех не укоренился навечно в человеке и тогда человеку спасение было бы невозможно то есть это необходимая мера изгнания то есть то что в библии написано проклятие это не то проклятие что в нашем понимании сейчас проклятие они понимаете бог говорил к людям тем тем не понятиями языком которые были тогда в то время если вот вот посмотрите там например проведете сверху вниз где-то адам жил друг и кто там еще даже даже и ног по моему которого взял господь на небо во время адама где-то вместе они приблизительно да вот посмотрите сколь и сифи и и носика и на немали лил и все остальные там они а еще я дам они все жили еще то время да нет господь сохраняет каина чтобы чтобы дать возможность ему покаяться покаяться да бог люди рожались рожались тогда очень быстро когда то что сейчас называется плохими словами тогда это было вполне нормально что например дочь могла родить адаму тоже да и так далее это все принималось как друг других жилье не было размножаться надо было а печать было для того чтобы все знали что его трогать нельзя давайте им возможность одуматься то есть не убивайте его то есть ветер самого начала господь показывает что нужно в нашем сердце милосердие да даже если это милосердие такое что она вынужденная милосердие что у него знак там какой-то ну скажем так на лбу какая-то там шишка выросла да например и все все его этой потомки все все потомки каина их нельзя наказывать за то что сделал каин их нельзя наказывать но имейте ввиду если вы будете также делать как каин с вами произойдет то же самое и это было как бы как бы педагогический такой акт для потомков до каина для потомков каина которым конечно к потомки каина не не воспользовались и не только потомки каина потом если вы знаете если мы перепрыгнем чуть дальше когда исполина рождались рождались помните сыны человеческие или как сыны человеческие уходили дочерям наоборот осады божьих дочерям человеческим да 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 и рождались у них исполина большие громадные люди исполину исполи большой большой громадный человек ну гиганты скажем так да то есть очень важные вещи происходили оказывается что это тоже было важно и поскольку вот дошло до того что люди настолько развратились вот эти вот эти ну до потопа я здесь указал потом да да сим хам и афет конечно ну поскольку родословная христа идет по по симу поэтому здесь только сим хотите хотите хама и афета вот сим хам и афета ноя да но просто потом родословная библия идет только сима видите сим хам и афета вот это родословная хип сима 7 тогда смысле это по библии составлено а это вели конечно не жмелье его ну как так они они как не верят они ждут миссию они ждут миссию все поэтому они это ведут они до сих пор ждут миссию это мы это мы остановились на иисусе христе они ведут дальше свои дети у них есть да конечно мы только мы ведем кресту мы ведем только через сима потому что нам важен христос это то то через как тот через кого пришло христу самому ну уже после у ноя были трое сыновые сим хам и афет вот хам знаете до сих пор у нас есть такое понятие хамство хамство хам посмеялся над своим отцом отец у там вино это как сок виноградный забродил посмеялся до хам то есть посмеялся ну а сим сказал на что ты смеешься сим наоборот заступился за него вот поэтому и идет потом дальше а афет просто помог симон так григорий палама святитель сыновьям и же божьими вот то что мы говорили сыновья божьи и и дочери человеческие григорий палама святите это бы те 6 глава 2 стих если хотите в библии посмотрите что там написано сыновьям и же божьими писание называет последующих потомков я носа который первый возымел надежду призывать имя господне сыновьями божьими больше он сыном сифа которого рот отличался от рода проклятого каина и жил целомудрен ну каина вот мы знаем куда куда повел каин там есть по моему и каина родословие да они друг другу на втором да да вот каина тоже есть там родословная вниз то есть каиниты они вели очень плохой образ жизни причем ну то что было меха вспоминали прошлый раз да то есть он уже там все разрешил много жеста он уже подумал что я могу убивать даже хвастался перед женами я пошел и убил человека пристав прикинь а человека убил мужа да не но эти ухвастался хвастался он дерзал как бы перед богом что я убил язву себе ну а вот смотри со мной ничего не происходит не но это по это потом толкование это было настоящее убийство тогда это потом толкованием мужа юнош это потом уже позднее толкование уже как все ты да сейчас и увидел господь бог что велико разрушение человека на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и раскаялся господь что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем раскаяние божие об этом хотел чтобы не забыть как вы себе представляете бог сожалеет на что же я наделал натворил то делов это оказывается вот это чисто человеческий язык это люди которые вот автор который писал к мы говорим что моисей автор бытия да он это предлагал людям своим людям да это писал для своих людей и он использовал тот язык который когда был и чтобы показать что что случилось что-то из ряда вон выходящее он говорит что бог раскаялся то есть выдал мы должны все понимать что все что написание это не под диктовку записанное это идет откровение бога бога вдохновение идет на а кому идет тот уже записывать своими словами как он может это выразить поэтому у нас были и проблемы если помните в начале я говорю уже о церкви христовой начале церкви христовой помните сколько вселенских соборов надо было чтобы да там навести какой-то порядок церкви да когда люди начинали по разным местам разбегаться все дело в том что не было вот именно этого понимания точного и и церкви и духу божьему вводимой духом божьим приходилось вот именно все направлять в том направлении куда куда ведет христос именно церковь держать в ограде которую поставил христос в ограде заповедей божий в ограде заповедей христовых и евангелия христова но это не значит что это так называемая антропоморфизма когда мы приписываем божеству какие-то человеческие свойства именно из-за того что по-другому мы не можем объяснить на по-другому не передашь как а нашим человеческим языком мы умеем вот только так сказать что ну мы бы конечно сожалели но и бог наверно сожалела на тоже раскаялся бог это не значит что бог действительно рассказал он все это знал что будет происходить наперед и это не в ни в каком раскаяние он не нуждается никакой перемене покаяние помните что значит покаяние метания да это значит что перемена нужно для бога не нужно перемен он совершенный у него нету места даже для перемен он совершенный да и поэтому вот такие выражения когда когда мы вот это читаем что раскаялся там что было и если помнить там же господь сказал и положил господь отныне человеку хватит 120 лет на земле помните а почему 120 не а почему 120 лет именно именно 120 лет нет как раз тот бог знал что как раз останется только 120 лет до потопа от того времени и вот те длинные жизни вот с потопами прекратятся и действительно где-то лет через 120 приходит потоп да но и пережил конечно и но и его его семья цены вода вот только его семья но и его семья но это уже это уже сын сима то есть это следующее поколение каждая строчка это следующее поколение не бог сказал что отныне число ну как там чтобы точно быть или число или как там сказал отныне число жизни человека или что-то такое или протяженной жизни человека я не знаю записывал время жизни человека сокращено до 120 считается что именно столько лет оставалось то время до потопа когда бог это ну как бы сожалел на потому что уже начали рожать эти истук истукана из полина нефали мы так называемые на то время это срок от пусть 120 лет это срок отпущения человечеству для исправления в то время до исполины понимаются как испорченные падшие люди притом отмечается сходство слова нет не фали и не фалим с глаголом еврейским падать то есть это как бы люди пошли люди настолько уже отошли что люди людям уже не бог был не интересен они шли на самоуничтожение на самом время были на земле исполины особенно же в том времени как сыны божьи стали входить в вечерям человечества о том о чем мы говорили да 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 вот сыны божьи вот только что читал сыны божьи это сыновьями божьи это григорий палама пишет святитель до 4 век или 5 писание называет последователей потомков и носа вот да потому что именно при носе впервые начали призывать имя божие то есть первые молитвы и первое призывание бога начались приносит то есть все дети потомки и носа они считались сынами божьими все куда ушла там да куда-то ушла диаграмма сыны и дочери каина до назывались сынами человеческими потому что они величисто чисто призем приземленную жизнь и поэтому вот когда сын и ну скажем так праведника до уходили к дочерям грешным они конечно искушали на грех и на и на всякие другие там дела которые они начинали жить значит праведники тоже начинали уже терять то что они имели настоящие богу прославление прославление бога при и носе начали призывать имя божие настоящие прославление бога они начали изменять уже на то что что делали язык вот те какая но уже ушли в язычество далеко и то есть они втягивали в язычество и в результате начали рожаться вот как бы исполина такие большие громадные люди которые ну могли там да много но славные чем но и славные славные бываются слова может быть разная да и по разному может прислал давайте я закончу эту цитату потому что очень важно был же он цену мсифа но это енос да то я только что объяснил уже с цитата нет мечтаю дочери человеческой то есть из рода каина они увидели что они красивые и будучи побеждены распутной красотой не стали брать себе какую кто выбрал и не научились и делам и а это он говорит что если бы не а то есть они стали брать себе без разбору то есть начали уже брать себе так и как и ломех и по две и по три жены только ради ради только распутной жизни ну естественно как и бывает любой грех он ведет какого-то на какой-то катастрофе ведет как бы там ни было и наполнилась земля злодеяниями тогда и наступил потопе всех уничтожили если бы не но и сыновья но я жившие целомудренно а явствуя что они жили целомудренно из того что каждый мужчина имел одну жену с которой ваш руководчик то не осталось бы никакого корня не начало для возрождения мира на то время только но и с его становями были уже такими которые ну более-менее но не то чтобы более-менее все таки но и правильник не придерживались вот этой центральной линии мне надо восстановить союз с богом они помнили о боге и едином боге и думали о том как восстановить союз бога остальные уже жили как хотели остановлю уже было нет до него не до бога пить гулять побольше женщин побольше мужчины и все остальное как пишет но это слова григория паламы святителя толкование на книгу бытия глава 6 видите ли это он продолжает что из-за блудников никогда едва не погибся и мир если бы не сохранился благодаря целомудренным недостойные же настоящего мира как приводящие его беспорядок уже ли не станут утвержденными из будущего века будучи преданно гиенскому огню какой-то это уже переключается на нас как бы уже здесь урок нам дает что вот если мы также будем поступать и естественно это приведет к тому что мир будет погибать постепенно медленно но будет погибать как бы там не был теперь сколько у нас время уже все закончили на сегодня то восемь часов ну да давайте еще 10 минут и я уже закон хорошо я все эти стату не буду зачитывать только здесь есть хорошая например августина и панийского блаженный августин да все располагается по порядку с одной стороны поколение каина с другой поколение рожденную адамом вместо того кого убил брат то есть сифа то есть третий который важен для нас рожденный после убийства авеля рождаются сиф адам назвал его сифом сказал по словам писания бог положил мне другое семя вместо авеля которого убил кая какое длинное понимание одного краткого слова сиф или сит некоторых библиях вы можете прочитать сит не сиф на у нас все-таки пользуется переводом 70 греческий на греческом сит в конце сиф но но все на дальнем поставлю просто т букву сит потому что русском языке нет звука на сит ну или сиф там неси неси то сиф на имя сиф в переводе означает воскресенье ну другого мне дал вместо того которого убил адам ну как бы по значению по содержанию то есть воскресенье и вот начинается отчетливая разница между смыслом то что мы говорили между наполнением и формы каиниты имеют только форму сифиты наполняют поэтому потомок сифа енос а если у вас вот это жёлтенькая такая если у нас эта диаграмма перед вами потомок сифа енос этот тот во время которого начала призываться имя божье то есть уже начали регулят одну как регулярно не скажем регулярный богослужение но служение богу молитву у молитвенные они уже понимали что общение с богом может быть призывая бога на помощь даже так и просто давай ему жертву какую-то вот до чего уже доросли здесь то есть мы увидим два путя опять таки опять таки форма и наполнение то что в самого начала мира мы видели форму и наполнение Потом опять форма. Куда бы мы не пошли, я вам тогда говорил, куда бы мы не ткнулись, везде будет форма и наполнение. Кто-то формально что-то исполняет, кто-то наполняет это все смыслом. Вот сифиты, эти потомки сифа или дети еноса, они развивают именно ту форму, где наполняют смыслом свое общение с Богом. Те забыли и те себе выдумывают разные другие уже формы, у них уже другие божества появляются, истуканы появляются, то есть зарождается язычество, у каинитов, потому что для них важна только форма. Им не важно, чтобы это был настоящий живой Бог, с которым можно возобновить общение, с которым нужно возобновлять общение, потому что Он обещал, что пришлет Спасителя. Ну и вот дети еноса как раз этого придерживаются, и они выстраивают вот эту форму, но все равно даже и они не выдержали после того, когда они начали смешиваться друг с другом. Вот в чем происходит, что происходит. Как только мы ведем себя, то есть идем на поводу у греха, всегда получается катастрофа. Вот в чем смысл вот этого всего до Ноевого потопа, что произошло. Проручается катастрофа. И когда говорят, почему есть землетрясение, почему умирают люди от каких-то болезней, там миллионами, да. Никто не говорит, люди, нам надо бы покаяться все-таки, нам надо бы поменять свою жизнь. Нам надо бы вернуться к тому первому образу, когда Господь нас призывал видеть друг другу, образ и любить друг друга, помогать друг другу, не рвать друг у друга, а подавать друг другу. Не отбирать, а давать. Да, делиться, помогать. Вот этого всего нету, любви нету, а скудевает любовь. И я как-то найду эту цитату святых отцов, что говорят, что вот, да мы же в Библии знаем, что из-за нашего греха даже природа страдает, да, из-за грехопадения. Вот то же самое происходит вот за все эти годы существования человечества. Природа, мы с природой созданы в одном мире, и мы ответственны за природу, это мы не забываем, да. И если бы мы начали задумываться, вот мы говорили с вами, когда о днях творения, что есть эти плиты, да, которые ходят, землю держат, да, тектонические плиты, которые друг на друга, получается землетрясение, там наводнение, цунами и прочее такое. У людей же есть разум? Есть. Но зачем строить дома там, где соединяются плиты? Зачем там жить? А хочется жить хорошо, а там же красиво, тепло, да. Хочется жить хорошо, хочется развратной жизни многим. Хочется каинитов побольше. И вот цены Божьи идут к дочерям человеческим, получается грех, и у каждого практически поколения есть свой потоп. Я имею в виду, своя катастрофа. Потому что мы все за это ответственны. Чтобы это ни было. И мы ответственны все за это, без исключения. Потому что меняться мы не хотим. А зачем? Пусть они меняются там, кто там живет. А мы что? А мне здесь хорошо. Да, у меня дрова есть там. Если это такие, да. Вот Сефита, служащая Богу в полноте, на то время, помните, я сказал, обязательно прочитайте вот эти главы, хотя бы там до 15 главы бытия дома, когда у вас будет. Это очень... Сейчас, когда у вас есть новая информация, вам будет намного интереснее читать эту книгу. И имя Сефита, ну, в воскресенье, да. Но это я уже не буду читать. Здесь эта цитата такая большая, она уже к нам не очень-то и относится. Это вот такие у нас дела, что наша попытка, то есть попытка человечества сразу после грехопадения построить отношения с Богом, то, что я назвал вначале, снизу вверх, да. Она чем увенчалась? Потопом. Правда? Простите, а когда я, что это, ну, есть такое мнение, что это была высочайшая цивилизация выше, чем в наши дни, поэтому они уже так решили, что мы сами все можем, зачем нам Бог? Нет, да, конечно, я почему говорю, это все время повторяется, 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 да. То есть Вавилонская башня, помните еще, да, потом. И прочие другие вещи, которые там творились. Я думал, мы сегодня до Авраама допрыгнем, ну, как-то не допрыгнули, но мы можем допрыгнуть. Я сразу, сразу к Аврааму перепрыгну на три минуты, и мы уже будем возле Авраама. Вот так человечество и росло. После Ноя, что произошло? Ноя выходит из Ковчега. Что происходит? Происходит то, что трое его сыновей, то, о чем я уже говорил, да, один только по факту остается достойным звания праведного, такого, как его отец, потому что он не пожелал открыть наготу своего отца, не посмеялся над отцом. КОНЕЦ КОНЕЦ